Музыка Сегодняшняя наша лекция посвящена книге Кермана «Разговоры с Гюдой». Есть в современном городе Киеве один мудрец. Это девушка, которую зовут Мария Важа. И она как-то сказала «Заговори с поэтом, чтобы я тебя увидел». Ведь люди, как об этом сказано в фильме «К звездам», обычно прячутся всю свою жизнь. Но рядом с Сократом, рядом с праведником их внутреннее содержание обнажается. И как писал Василий Великий, всем становится понятно, что они такое. То же самое происходит с людьми, пришедшими в храм. Внешне совершенно приличные, они могут стать буквально чудовищами, когда заходят в храмы. Некоторые так и говорят, я не хожу в церковь, потому что я там грешу, я там раздражаюсь. Вовсе нет. Таковые люди все время и ругаются, и ненавидят, и раздражаются. Просто находясь в тени, они не замечают себя, точно так же, как человек, который не был у психолога, многого о себе может не знать. Но солнце истины обнажает их сущность, и это для многих страшно. Так и рядом с мудрецом и поэтом люди познают сами себя. Многих это ужасает, ведь все темное, уродливое тогда открывается. Поэтому посредственность ненавидит и мудреца, и поэта, но льнет к умникам, льнет к лжецам, то есть к тем явлениям, которые близки посредственности. Честертон писал об этом, что в мире есть умники, есть люди, есть поэты. Поэты любят людей и служат им, а умники над людьми смеются. Но люди считают умников настоящими благодетелями, поэтому венчают их лаврами, а поэтов побивают камнями. Поэтому, как говорила Мария Важева, знаменитый мудрец из Киева, заговори с поэтом, чтобы я тебя увидел. Будешь ли ты кем угодно, дураком, мудрым человеком, а может быть человеком банального пути, формалистом, лжецом или подвижником, рядом с мудрецом и поэтом, то сейчас обнажается, что ты такое. И если в тебе есть красота и истина, твоя слава рядом с поэтом прогремит на весь мир. Как это случилось в жизни Иоганна Эккермана, молодого студента, который, в отличие от многих своих современников, имел дар ученика, дар того, кто хочет и желает вслушиваться в слова мудреца и смотрит на него, как на красоту, предстоит этой красоте, не враждебен ей. И поэтому он был удостоен несколько лет беседовать с самим Гёте, слушал его, записывал те невероятные вещи, которые Гёте открывал в таких беседах, и после смерти мудреца выпустил книгу «Разговоры с Гёте», прославившую Кермана и еще раз утвердившую ценность нелицемерного знания. Термин «нелицемерное знание» в свое время ввела в оборот культурологический, очень замечательный культуролог Ольга Ленденченкова. И она сказала, что Платон и Аристотель – это знание нелицемерное. И она же сказала, что обыкновенная речь человека похожа на корабль, плывущий по каналам. А высокая речь мудреца – это когда корабль плывет по океанским водам. Он встречается с огромными волнами, но и с великой красотой планеты. Это очень важно, потому что, как еще говорил Чарли Чаплин, глядя все время под ноги, невозможно увидеть радугу. Высокая речь позволяет увидеть небо, она позволяет быть ориентированным на небо. И Иоганн Эккерман все эти небесные разговоры Гёте внимательно собирал и записывал, что показывало тщательность его отношения к мудрецу. Эккерман не сразу попал к Гёте, потому что Гёте к тому времени уже был стар и много натерпелся от всевозможных людей, которые его предавали и обижали. Поэтому Гёте не так просто вводил в свой круг новых знакомых. Но Эккерман написал очень интересную работу о Гёте, послал её Гёте, она понравилась. И он назначил встречу. И с тех пор они стали постоянно общаться в доме у Гёте. Что это значило? Это значило, что Эккерман мог задавать Гёте любые вопросы, какие только хотел. Это крайне важно, потому что мудрец, подвижник в непринуждённой домашней обстановке отвечает не только на те вопросы, которые прописаны в его книгах, но и на что угодно. Личное отношение к тому или иному автору, который он в лицо, допустим, не выскажет, просто из вежливости, из такта. Личное отношение к той или иной книге, к той или иной политической ситуации, к чему угодно. И всё это Эккерман старательно и трудолюбиво записывал. Ведь труд настоящего автора – помогать видеть тем, кто к этому способен. Помогать видеть небо. Снимать кору с человеческих сердец. Я помню, в своё время один толкинист говорил мне, что мои стихи помогают людям снимать ту кору, которая на людских сердцах налипла и мешает людям видеть, слышать, воспринимать этот мир. Кора пробивается стихами, строками, и люди начинают видеть, слышать, думать, замечать. Поэтому Эккерман ходил к Гьёте часто, ходил к нему постоянно, чтобы благодаря этому старцу-мудрецу видеть небесную реальность и уже небом смотреть на землю, на жизнь, на искусство, и различать верное от ложного, и приобщаться тому нелицемерному знанию, которое имеют мудрецы. Вы знаете, что, как правило, в своих эфирах я очень много рассказываю об авторах и не очень много читаю. Надеюсь, что люди прочитали текст или прочитают его. Но в случае с книгой «Разговоры Гьёте» я сталкивался с тем, что даже самые светлые и прекрасные люди эту книгу читать не хотят. Она им кажется скучной. И поэтому, чтобы не случилось так, как, допустим, с фильмами Робера Брессона, классика, которого никто не смотрит, кроме Тарковского, то я хотел бы сегодня прочитать вам как можно больше великолепнейших отрывков из произведения Яганны Эккермана «Разговоры с Гьёте». Естественно, книга большая, я процитирую вам несколько своих любимых мест. Надеюсь, вам они понравятся и буду рад разделить их с вами. Итак, как вы уже увидите, Эккерман мало дает своих пометок, в основном приводит то, что мудрец сказал. Вот, допустим, одна из цитат. «Многие называют его речь грубой, — сказал Гьёте, — но эти люди сами не знают, чего хотят. У них просто какой-то зуд отрицать всё значительное. Это не оппозиция, а чистейшая фронта. Им надо ненавидеть что-то значительное». Какие тонкие, какие важные слова. Действительно, люди определённого склада, в основном сосредоточенные в околоуниверситетских кругах, ненавидят то, что значительно, то, что высоко. Но такие люди бывают, конечно, не только в университетах, они бывают где угодно. Когда Эккерман однажды сокрушался, что Гьёте читают немногие, странно, да, Гьёте читают немногие, то Гьёте сказал ему следующее, цитирую. «Милое моё дитя, Гьёте подвёл меня к окну и сказал, я хочу открыть вам один секрет, благодаря ему вы сейчас многое поймёте, да и впредь вам будет это полезно знать. Мои произведения не могут сделаться популярными. Тот, кто думает иначе или стремится их популяризировать, пребывает в заблуждении. Они написаны не для масс, а разве что для немногих людей, которые ищут приблизительно того же, что ищу я, и делят со мною мои стремления». Он хотел ещё что-то сказать, но тут подошла одна молодая особа, прервала его и постаралась втянуть разговор. Я присоединился к группе гостей, но вскоре мы все подошли к столу. О чём говорилось во время обеда я не припомню. Слова Гьёте запали мне в душу, и ни о чём другом я думать не мог. «Разумеется», — произносилось у меня в голове, — «такой писатель, как он, такой небывалый, высокий дух, натура бесконечно одарённая, как же ему быть популярным? Популярность может снискать разве что малая его часть. Песенка, которую станут распевать подгулявшие парни или влюблённые девушки, но ведь и она не всем доступна. Впрочем, если вдуматься, всё наивысшее не популярно. Моцарт, например, и Рафаэль тоже. Разве человечеству недостаточно испить только один глоток из великого, неиссякаемого источника духовной жизни, чтоб на некоторое время удовлетворить свою жажду высокого? Да, мысленно продолжал я, Гьёте прав. Огромность разносторонних дарований не позволяет Гьёте стать популярным. Он пишет для немногих, для тех, кто ищет приблизительно того же, что и он, кто разделяет его стремления. Он пишет для натур созерцательных, которые хотят проникнуть в глубины мироздания человека, следуя за ним по его пути. Он пишет для тех, кто умеет со страстью впивать все лучшие проявления жизни и от поэта ждёт песни на блаженстве и боли собственного сердца. Он пишет для молодых поэтов, которые хотят научиться, как выражать свои мысли и с какой художественной меркой подходить к тому или иному предмету. Он пишет для критиков, чтоб явить им образец тех максим, по которым следует составлять свои суждения, и даже писать рецензии так интересные, с такой грацией, что читать их будет истинная радость. Его произведения предназначены для художника, ибо они просвещают его дух и заочно учат, какой предмет имеет художественную ценность, и посему, что нужно изображать, а чего не следует. Они предназначены также для естествоиспытателя, учёного, и не потому только, что из них он узнает, открытый автором великие законы природы, но гласным образом потому, что они его учат методу, с каким именно зоркий ум должен подходить к природе, так она открыла ему свои тайны. И так все устремлённые мысли к науке или искусству, желанные гости за столом творений Гёты и деятельностью своей призваны свидетельствовать о том источнике великого света и жизни, из которого так много они подчеркнули. Вот те мысли за обедом, проносившиеся у меня в голове. И ещё я думал о многих славных наших художниках, учёных, поэтах и критиках, которые в значительной мере обязаны Гёте своим развитием и становлением. Конечно, это речь влюблённого, это речь человека, который любит мудреца, который восхищается. Подобным образом, как если бы какой-то великий ученик приехал к старцу, и рядом с этим старцем записывал бы его слова, восхищался бы старцем, писал бы о нём. Потому что этот ученик приехал к старцу не спросить, когда я ещё раз выйду замуж, и когда у меня будет наладиться всё с зарплатой и с работой, нет. Такой человек пришёл к старцу, чтобы узнать о глубинах мироздания, о смысле красоты, о смысле собственной жизни, о смысле того, что Бог вложил в это творение. Гёте такие вещи открывал. И поэтому такие вещи можно открыть только влюблённому, только любящему. И только любящий может их услышать. Эккерман случай нетипичный, потому что, как правило, на месте Эккермана стоит девушка, любящая великого мудреца, поэта, писателя, пророка. Девушка, которая слышит с трепетом, с восхищением, внимает его словам и несёт их дальше. Таких девушек, как правило, бывает, как ни одна девушка, которую слышат, говорят, которую несут слова мудреца и пророка. Но в данном случае это был молодой человек, совершенно молодой, ему было чуть больше 20 лет, но он понимал, кто такой Гёте. И это совершенно нетипично, потому что юноши очень часто горды, и они не в силах так с пиететом, с почтением относитесь к великому человеку. Но Эккерман был именно таким, и поэтому он слышал, он был учеником. Считается, что наш мир погибнет от недостатка способности быть учениками, потому что в нашем мире всякая кухарка уверена, что может управлять не только государством, но и Богу давать советы. Это, конечно, не так, но все в этом абсолютно уверены, что они справятся с этим миром лучше Бога, и уж, конечно, лучше любого Гёте и Сократа. Эккерман знал, что он не справится с этим миром без Гёте и Сократа. И он шел к Гёте, шел к Сократу, образно говоря, для того, чтобы узнать, понять, услышать и открыть. Цитирую дальше фрагмент из Эккермана. «Сегодня за обедом Гёте сказал мне, что приступил к работе над четвертым актом Фауста и теперь будет ее продолжать. Я был просто счастлив». Представьте, да, как девушка, действительно, он слышит, отзывается на все, что говорит Гений. Далее он очень лестно отозвался о Карле Шене, молодом лейпцигском филологе, который написал работу о костюмах в трагедии Еврипида. И в ней, в работе, несмотря на свою незаурядную ученость, высказал лишь то, что имеет непосредственное отношение к его теме. «Меня порадовало», — сказал Гёте, «что Шене с такой творческой серьезностью подходит к делу, тогда как в последнее время многие филологи только и знают, что затевать споры из-за коротких и длинных слогов». Как это похоже, да, на всех филологов. Они разбираются в африкативном ще, но они не разбираются в духе святом, который живет произведение. Дальше Гёте говорит, «Такое ковыряние в технических мелочах всегда признак непродуктивной эпохи, как, разумеется, и личности того, кто в таких спорах погрязает». Гёте был титанической фигурой, и, конечно, ему всегда ставили упрек, что он находится вне политики и отрицает возможность великого поэта и гения заниматься политикой. А ведь это было время войн, наполеоновских войн, войн европейских. И вот живет гений, который с презрением смотрит на политику. Кстати, когда к Гёте приехал Наполеон и попросил у Гёте, чтобы тот поставил ему посвящение под следующим его сочинением, то Гёте сказал, что он не будет этого делать, потому что каждый раз, когда он ставил подпись посвящения в своих сочинениях, он всегда жалел об этом. Наполеон нахмурился, надулся и говорит, «Ну ничего себе, поэты прошлых веков так не считали, они-то ставили посвящение императорам». «Да», — ответил Гёте, «они-то ставили, но согласитесь, ваше императорство, что они все пожалели об этом». И вот диалог о политике в устах Гёте. Как звучит диалог о политике в устах пророка? «Вам ставят в упрек несколько неосторожно заметил я, что в то великое время войны, революции вы не брались за оружие и даже как поэт не участвовали в борьбе». «Оставьте это, мой милый», — отвечал мне Гёте. «Абсурдный мир, увы, больше не знает, чего ему желать. Пусть говорят и делают, что им вздумается. Как я мог взяться за оружие, если в сердце у меня было ненависти?» Оцените, да? «Не могла же она во мне разгореться просто так, ибо я уже был не молод. Если бы эти события произошли, когда мне было двадцать лет, я бы, вероятно, был в первых рядах, но у меня в то время уже шел седьмой десяток. К тому же не все мы служим Отечеству одинаково. Каждый делает наилучшее в зависимости от того, чему Господь Бог одарил. Многое положил трудовые усилия в течение полусотни лет. И смело могу сказать, что в делах, для которых предназначила меня природа, я не давал себе ни отдыха, ни срока, никогда не давал себе поблажек и передышек, вечно стремясь к благу, исследовал, работал, сколько хватало сил. Если бы каждый мог сказать о себе то же самое, все бы обернулось к общему благу. В сущности, сказал я, стараясь смягчить впечатление, произведенное моими словами, вы должны были бы гордиться этим упреком. Он лишь свидетельствует о том, как высоко вас ставит человечество, но зная, сколько многое вы сделали для просвещения своей нации, они хотят, чтобы вы сделали все. Не стоит говорить, что я думаю об этом, отвечал Гетте. За такими требованиями кроется больше злой воли, чем вы полагаете. Я чувствую, что это всего лишь новая форма старой ненависти, с которой меня преследуют уже не весь сколько лет, часть из постижка мне напакостить. Я знаю, для многих я как бельмо в глазу, и они жаждут от меня избавиться. А поскольку теперь меня уже нельзя ругать за особенности моего таланта, то они стали придираться к моему характеру. Оцените, да? Ведь и она Златоуста тоже ругали, обвиняли в гордости, когда изгнали. Ну то есть, хоть к чему-нибудь придраться. Объявляют меня то гордецом, видите, то же самое обвинение, то эгоистом. Твердят, что я завидую молодым талантам, что мое основное занятие предаваться чувственным наслаждениям. То я для них чужд христианства, то наконец начисто лишен любви к своему отечеству и нашим добрым немцам. Вы за долгие годы успели хорошо узнать меня и понимаете, чего стоят эти нападки. Но если вы хотите еще узнать, сколько я выстрадал, почитайте мои сочинения и вам уяснится, чем меня донимали в разные периоды моей жизни. Немецкий писатель это ведь немецкий мученик, сказал Гёте. Да, дорогой мой, вы сами можете в этом убедиться, но мне еще грех жаловаться, другим пришлось не лучше, а то, пожалуй, и хуже. В Англии и во Франции происходило то же самое. Чего только не натерпелся Мольер, а уж Руссо, а Вольтер, злоязычие прогнало Байрона из Англии, он бежал бы от злоязычия на край света, если правильная смерть не избавила его от филистров и их ненависти. Филистры это обыватели. Но если еще тупая толпа преследовала людей, поднявшись над нею, так нет же, один одаренный человек преследует другого. Платен портит жизнь Гейне, Гейне портит жизнь Платену, и каждый из них силится очернить другого, внушить к нему ненависть, хотя земля наша достаточно велика и обширна, для мирного труда и мирной жизни. Вдобавок, каждый в собственном своем таланте имеет врага, доставляющего ему хлопот по горло. Сочинять военные песни, сидя в своей комнате, очень это на меня похоже. На бивуаке, где ночью слышно, как ржут лошади на вражеских фортпостах, это еще куда не шло. Но это не мое призвание, не моя жизнь, это жизнь других. Им военные песни к лицу. Но для меня, человека невоинственного и до войны неохочего, такие песни были бы безобразной маской. В своей поэзии я никогда не притворялся. Писал лишь о том, о чем молчать мне было не в мочь, что само просилось на бумагу. Любовные стихи я сочинял только, когда любил. Когда же я сочинял песни ненависти, то ненавидел. А еще, но это между нами, французы мне ненависти не внушали, хотя я и благодарил Бога, что мы от них избавились. Да и как мог бы я, ежели для меня нет понятия более значительного, чем культура и варварство, ненавидеть нацию, едва ли не культурнейшую на свете, которой нации я обязан такой долей своей просвещенности. И вообще, продолжил Гёте, странная получается штука с этой национальной ненавистью. Она всего сильнее, всего яростнее в нижних степенях культуры. Слушайте, что он говорит. Но существует и такая ступень, где она вовсе исчезает, где счастье или горе соседнего народа воспринимаешь как свое собственное. Это уже высота Сафрония Сахарова. Это ступень культуры мне по нраву, сказал Гёте. И я твердо стоял на ней еще задолго до своего шестидесятилетия. Конечно, такие вещи, как он говорил, позволял себе говорить, наверное, такие люди только как Кензалтауст или как Сафроний Сахаров. Это вещи, которые не приживаются нигде, ни в христианстве, нигде, потому что везде люди стараются поделить всех на наших и не наших, врагов и друзей, с врагами враждовать, с друзьями дружить. А Гёте говорит, что для него весь мир это друзья. Любят его, не любят. Он един с человечеством. Он через Бога смотрит на человечество и не может ненавидеть французов, хотя они на немцев напали во время наполеоновских войн. И он говорит, я не могу их ненавидеть, как я могу тогда петь о ненависти, если я их люблю. Ну, что это такое? Это такой святатический взгляд, такой уровень, за который, кстати, йоты многие ненавидели. Как ненавидели и Сафрония Сахарова за то, что он говорил, что национализм и спасение это несовместимые вещи. Читаю дальше. Еще один отрывок. Мы стали рассматривать медаль Бранда из Берлина, на которой был изображен юный Тезей, нашедший под камнем оружие своего отца. В позе, воссозданной достаточно умело, не чувствовалось, однако, должного напряжения мышц при отваливании тяжелого камня. Неудачно было и то, что юноша, одной рукой поднимая камень, другой держит оружие, хотя на самом деле должен отодвигать сначала камень в сторону, а потом брать оружие. «А теперь», сказал Гёте, «я помогу вам, покажу вам другую гему, на ней тот же сюжет, выполнен античным художником. Он велел Штадельману принести ящик, в котором лежало несколько сот слепков с античных гем, и мы увидели красоту. Мы радовались и, конечно же, восхищались великой правдивостью такой трактовки. Мэйер любит говорить, смеясь, перебил сам себя Гёте, если бы думать было полегче. Но беда в том, весело продолжил он, что думанием, думанию не поможешь. Надо, чтобы человек был от природы таким, каким он должен быть, и добрые мысли тогда сами предстанут нам, как вольные дети Божии, и скажут, вот мы». Какое великое учение о помыслах. Будь похож на Бога, и добрые мысли придут сами. А вот еще. «Утверждая, что художнику от рождения дано познать мир, ответил я, вы, видимо, подразумеваете мир внутренний, а не мир внешних явлений. И для этого художнику удалось справдиво все отобразить, разве он не должен глубоко познавать действительность вокруг себя? Разумеется, вы правы», отвечал Гёте. «Сфера любви, ненависти, надежды, отчаяния, и как там еще зовутся страсти и душевные волнения, это прирожденное знание гениального художника, потому-то ему удается их воссоздать. Но не может быть прирожденного знания того, как совершается суд, как протекает заседание в парламенте, как коронуют императора, и чтобы не погрешить против правды, автор должен усвоить это либо путем собственного опыта, либо путем преемственности». Такой совершенно удивительный, простой, красивый совет. А вот как Гёте пишет о своих противниках, о тех, кто его всю жизнь донимал. «Имя им Легион, но до известной степени классифицировать их все-таки возможно», сказал Гёте. «Назову сначала противников по глупости. Это те, что меня не понимали, не знали меня, но ругали на все лады. Число их достаточно внушительное, и всю мою жизнь они изрядно докучали мне, но прости бы мы это. Они ведь не ведают, что творят. Вторую группу, и тоже большую, образуют завистники. Эти не признают за мной право на счастье и высокое положение в обществе, которого я добился своим талантом. Они силятся подточить мою славу и охотно убили бы меня, но если бы я вдруг стал бедным и несчастным, они тотчас бы прекратили свою травлю». Как толка, да? Далее идут те, и их тоже много, что стали моими противниками из-за своих собственных неудач. Это то, о чем говорит современный интереснейший психолог Инесса Ковун, что бывает человек нападает на другого, потому что он не может другому простить тот успех, на который этот человек не успешный, не решился. Он бы тоже достиг успеха, если бы решился, но он, говорит Инесса, не решился на успех, и поэтому его ждала неудача, хотя мог бы ждать успех. Дальше идут. Среди них есть талантливые люди, но они не могут примириться с тем, что я их затмеваю. В-четвертых, я упомяну о моих противниках, имеющих основания быть таковыми. Поскольку я человек, не лишенный человеческих слабостей и заблуждений, то, разумеется, мои писания от них не свободны. Но так как я очень серьезно относился к своему становлению и неуклонно работал над усовершенствованием своей души, а, следовательно, постоянно стремился вперед, то часто случалось, что меня корили за ошибки, которые я уже давно в себе поборол. И так этим добрым людям не удавалось меня ранить. Они стреляли по мне, когда я был уже на много миль впереди них. Да и вообще законченное произведение, как правило, уже не волновало меня. Больше я им не занимался и думал о чем-то новом. И, наконец, множество людей являются моими противниками из-за различия в образе мыслей и воззрениях. Говорят, что на дереве не найдешь двух одинаковых листьев, также и среди тысяч людей едва ли найдутся двое, вполне друг с другом гармонирующие по образу мыслей. Если исходить из этой предпосылки, то мне следовало бы удивляться не большому числу противников, а скорее множеству друзей и последователей. Мое время разошлось со мной, оно целиком подчинилось себя субъективизму и я со своим объективными устремлениями конечно остался в накладе, да к тому же еще в полном в одиночестве. Субъективизм, то есть когда люди воспринимают истину только то, что кажется истиной им самим, а объективное знание это то самое нелицемерное знание, о котором говорит Ольга Леонидовна Донченкова, то знание, которое всегда является таковым, нелицемерное знание. А вот еще Гетель. Потому-то и выпекаются тысячи стихотворений, в которых содержание равно нулю и только некоторая взволнованность до звонких стих имитирует подлинную жизнь. Вообще говорят, дилетанты и прежде всего женщины-поэтессы имеют весьма слабое понятие о поэзии. В большинстве случаев они думают только как управиться с техникой, за сутью дела не станет и мастерство у них в кармане. Но они в этом, увы, заблуждаются. А вот еще. Сегодня за обедом Гетель оживленно обсуждал книгу майора Перри о лорде Байроне. Он, безусловно, хвалил ее, говоря, что Перри рассказал о Байроне несравненно полнее о его замыслах отчетливее, чем это когда-либо делалось до него. Майор Перри продолжил Гетель. Сам, видимо, человек значительный и с большой душой, раз ему удалось так чисто воспринять и превосходно воссоздать образ своего друга. Одна сентенция в его книге мне особенно понравилась и поразила меня своей меткостью. Право же, она не посрамила бы древнего грека, даже самого Плутарха. Вот что он пишет. Благородному лорду, говорит Перри, не доставало тех достоинств, что украшают средние сословия. Он не мог их приобрести в силу своего рождения, воспитания и образа жизни. Между тем, его ругатели, принадлежащие именно к среднему сословию, с сожалением, говорят об отсутствии у него тех качеств, которые они с полным основанием ценят в себе. Этим бравым людям и в голову не приходит, что лорд Байрон при своем высоком положении отличался доблестями, о которых они даже представление себе составить не могут. Как тонко, да? То есть, он аристократ, он лорд, он гений, а куда вы суетесь? Смотрите, как Эккерман говорит о присутствии Гёте рядом с ними. Сам Гёте на этом вечере не присутствовал, но дух и образ его витал незримо среди нас. То есть, когда ты общаешься с гением, то он рядом, даже когда далеко. А вот смотрите еще. Гёте заговорил об одном известном писателе. «Этот человек не бездарный», сказал он, «но его продвижению способствует партийная ненависть». Слышите? Партийная ненависть. То, на чем основывается огромное количество писателей России. Без нее он бы не преуспел. В литературе мы знаем много примеров, когда ненависть подменяет собой гений, и маленькие таланты кажутся большими потому, что служат рупором определенной партии. Как современно, правда? Так и в жизни нам встречается целая масса людей, которым недостает характера, чтобы оставаться в одиночестве. Эти тоже стремятся примкнуть к какой-то клике, потому что так только чувствуют себя сильнее и могут что-нибудь собой представлять. Удивительно, правда? Насколько тонко, настолько точно он это все подмечает и говорит. Мы, люди нового времени, скорее склонны повторять за Наполеоном «Политика есть рок». Ежели поэт стремится к политическому воздействию, ему надо примкнуть к какой-то партии, но сделав это, он перестает быть поэтом, ибо должен распроститься со свободой своего духа, с независимостью своего взгляда на мир и, напротив, натянуть на себе на голову дурацкий колпак ограниченности и слепой ненависти. Как человек и гражданин, поэт любит свою родину, но родина его поэтического гения и поэтического труда это то доброе, благородное и прекрасное, что не связано ни с какой провинцией, ни с какой страной, это то, что он берет и формирует, где бы оно ему не встретилось. Поэт похож на орла, свободно смотрящего на все страны, над которыми он парит, и ему, как орлу, безразлично, по земле Пруссии или Саксонии бежит заяц, на которого поэт сейчас бросится. Удивительно, правда? Мелкие люди, они своих хвалят, а чужих ругают, а поэт набросится на любого, кто противник истины, где бы он ни был, потому что поэт живет по закону древних христиан, для которых, как сказано в послании к Диогнету, всякое чужбинное отечество, всякое отечество чужбинно. Кто так живет, кроме Гетты и святого Сафрония Сахарова? Найдите мне таких людей. Среди священников их не найдешь. Почти единицы какие-то, на весь мир единицы можно по пальцам пересчитать, и почти не знаешь таких, кто восстал над всем национальным, узким, малым, кто всю планету считает своей родиной, потому что планета создана Богом. А Гетты так рассуждают. Неужели это не достойно того, чтобы этим восхищаться? Гетты. Гетты сказал, в научном мире собственностью считается как то, что вошло в традицию учебных заведений, так и то, чему ты в них научился. Если кто-то вдруг заявляет о новом понимании того или иного явления, и это понимание противоречит нашему кредо, которое мы с годами обожествляли и уже успели передать другим, или, боже упаси, грозит это кредо неспровергнуть, ярость обрушивается на этого смельчака, и все средства пускаются в ход, чтобы подавить его. Ему чинят всевозможные препоны, притворяются, что его не слышат, не понимают, говорят о нем с таким пренебрежением, словно его труды даже читать не имеет смысла. Иными словами, новой истине долго приходится ждать, прежде чем она проложит себе дорогу. Потрясающие слова. Видите, эти явления замалчивания гениальных людей возникли не сегодня, и не с появлением Фейсбука, и не с появлением современной западной культуры двадцатого века. Они уже пригеты были. Да, я думаю, гораздо раньше. Удивительная вещь, что он говорит о религиозных темах. Люди обходятся с именем Божьим, словно непостижимое, невообразимое высшее существо принадлежит к им подобным. Разве же они говорили бы «Господь Бог, Божий милостивый, Господи Божий мой»? Имя Его, которое они ежедневно произносят, в первую очередь это относится к лицам духовного звания, превратилось у них в пустую фразу, которая и мысли-то никакой в них не вызывает. А будь им понятно Его величие, они бы умолкли и с благоговения не осмеливались бы называть Его по имени. Видите, как он к Богу относится? Сколько в этом совершенно невероятного отношения. А вот еще. Для людей высокоодаренных, заметил я, изучение древних писателей чрезвычайно важно, но на характер отдельного человека оно, по-моему, не влияет. Иначе все филологи и богословы были бы замечательными людьми, но ведь это же не так. Среди знатоков греческих и латинских текстов далеких времен встречаются люди очень дельные, но встречаются и убогие, в зависимости от тех добрых или плохих ствойств, которыми их наделил Бог и природа или которые они унаследовали от родителей. Возразить тут нечего, сказал Йоте, но этим отнюдь не сказано, что изучение древнего мира нисколько не влияет на формирование характера. Подлец конечно останется подлецом, а мелкая душонка даже если ежедневно будет общаться с величием античного духа, не станет от этого менее мелкой. Но благородный человек, в сердце которого Господь зародил нил начатки большого характера и высокого духа путем близкого знакомства с лучшими творениями греческой и римской древности получит гармоничное развитие и с каждым днем будет приближаться к великим тем образцам. Художник являет миру целое, но это целое не заготовлено для него природой, оно плод его собственного духа и если хотите оплодотворяющего дыхания Господня. Смотрите, какое он дает характеристику красоте, творчеству, это оплодотворяющее дыхание Господня. А вот как Гьоте разделывается со своими противниками. Я ездил кататься с Гьоте, забавлялся воспоминаниями о своих раздорах с Коцебу и компанией, а он процедировал, цитировал несколько очень острых и веселых эпиграмм на Коцебу, впрочем, скорее шутливых, чем обидных. Я спросил, почему он их никогда не публиковал. У меня таких стишков целая коллекция, ответил Гьоте. Я держу их в секрете и лишь изредка показываю самым близким друзьям. Они были единственным невинным оружием, которое мне мог отражать нападение врагов. Таким образом, я втихомолку давал себе роздых и освобождался от тягостного чувства недоброжелательства. Оно неминуемо овладело бы мной под влиянием публичных и часто злобных выпадов моих противников. Эти стишки оказывали мне существенную услугу, но я не хочу занимать публику дрязгами, касающимися меня одного или обижать еще живых людей. Позднее эту или другую эпиграмму, конечно, можно будет опубликовать. Смотрите, какой такт, какое благородство, да, он мог разделаться с ними со всеми и он так вот отвечает, так действует. И последний разговор с Гьоте, произошедший 11 марта 1832 года, это как раз год, когда был жив даже еще святой Серафим Саровский, то есть вот они в одно время живут. И последний разговор, это было в воскресенье, посвящен Библии, посвящен вере в Бога. Этот разговор я приведу целиком, он небольшой, он последний в книге, и он совершенно потрясает, и им заканчивается книга, и им я закончу сегодняшнюю нашу встречу. Вечером я провел час с Гьоте в интересных и приятных разговорах. Я приобрел английскую Библию, в которой, что мне очень огорчило, не обнаружил апокрифических книг, ну то есть те 11 второканонических книг, он имеет в виду. Они не были включены в нее, поскольку их подлинность подвергается сомнению, равно как их божественное происхождение. Ну это в то время такие споры были. И так я лишился благородного Тавита, этого образца благочестивой жизни, премудрости Соломоновой, Иисуса сына Сирахова, писания недосягаемой нравственной красоты. Я посетовал на чрезвычайную узость воззрений, выражающихся в том, что одни писания Ветхого Завета считаются исходящими непосредственно от Бога, а другие нет, словно благородное великое может возникнуть вне Господа и не быть плодом его попечения. Сейчас, конечно, все эти книги включены в Ветхий Завет, но протестанты естественно любят спорить по этому поводу, и вот он купил английскую протестантскую Библию, там второканонических книг классических нет, хотя общения в Ветхом Завете всегда были со времен Септуагин. «Я, безусловно, с вами согласен», отвечал Йоты, «но на Библию существуют две точки зрения. На нее смотрят, как на своего рода прарелигию, исповедующую природу и разум в их божественной и первозданной чистоте. Эта точка зрения останется незыблемой навеки, то есть доколе живут на земле люди, взысканные Всевышним, но она пригодна только для избранных и слишком возвышена и благородна, чтобы стать всеобщей. Но есть и точка зрения церкви более близкая людскому пониманию, она немощно, изменчивая и продолжает меняться, он о протестантах сейчас говорит, но и она не иссякнет в своих вечных превращениях, покуда немощны и слабы люди. Церковь выступает благодетельной посредницей, она смягчает и умеряет, стремясь всем прийти на помощь и сотворить благо для многих. Христианская церковь, преисполненная верой в то, что она, как наследница Христова, освобождает человечество от тяжести греха, является великой силой. Сохранить эту силу, это значение, тем самым упрочить здание церкви, первостепенная забота христианского духовенства. Потому оно, духовенство, не столь уж задается вопросами, просветляет ли дух человеческий та или иная книга Библии и содержится ли в ней учение о высокой нравственности, о благородстве человеческой природы. Гораздо больше значения она придает книгам Моисея, трактующим историю грехопадения, зарождению потребностей в Искупителе, пророкам, указующим на Бога, Спасителя, на Его смерть и воскресение. Из этого вы можете усмотреть, что для подобных целей, да еще взращенной на таких весах, ни благородный Тавит, ни мудрость Соломона, ни речения Иисуса сына Сирахова большого веса иметь не могут. Вообще же нелепо задаваться вопросами, подлинно или неподлинно то или иное в библейских книгах. Что может быть подлиннее, нежели то совершенно прекрасное, что пребывает в гармонии с чистейшей природой и разумом, да ныне способствуя нашему высокому развитию? И что на свете менее подлинно, чем абсурдное, пустое и глупое, а следовательно бесплодное или не приносящее добрых плодов? Смотрите, что он говорит, что настоящее приносит добрый плод, а Библия она всегда его приносит. Если бы на вопрос о подлинности отдельных глав Библии можно было ответить утвердительно, потому что они говорят о событиях, действующих, имевших место, то ведь даже в Евангелиях говорится о том, что, не о том, что пережили или были очевидцами, что записано и так далее. Тем не менее, я все четыре Евангелия считаю подлинными, ибо в них нас поражает отблеск той высокой духовности, которая исходила лично от Христа и была такой божественной, что божественнее ее ничего на земле не бывало. Если меня спросят, способен ли я по своей природе благовейно перед Христом преклониться, я отвечу, несомненно, я преклоняюсь перед ним как перед божественным откровением высшего принципа нравственности. Если спросят, способен ли я по своей природе поклониться Солнцу, я отвечу, несомненно, ибо оно откровение наивысшего, его в смысле, самое могучее из всех явленных земнородным. Я поклоняюсь в Солнце, Свету и творящей силе Господа, которая одна дарит нас жизнью, а заодно с нами всех зверей и растений. Духа не угошайте, говорит апостол. Уж очень много глупостей в установлениях церкви, но она жаждет властвовать, а значит нуждается в тупой покорной толпе, которая хочет, чтобы над ней властвовали. Щедро оплачиваемое высшее духовенство ничего не страшится более, чем просвещение широких масс. Оно долгое, очень долгое время утаивало от них Библию. Помните, в католицизме за чтение Библии сжигали на костре. И правда, что должен был подумать бедный человек, предлежащий к христианской общине, о царственной роскоши, богато оплачиваемого епископа, прочитал в Евангелии о бедной и скудной жизни Христа, который ходит пешком со своими апостолами, тогда как епископы церкви разъезжают в карете на шести конях. Нам даже не до конца понятно, продолжил Гёте, сколь многим мы обязаны реформации в этом смысле. Мы сбросили оковы духовной ограниченности, благодаря нашей растущей культуре и смогли вернуться к первоистокам и постичь христианство в его чистоте. Мы снова обрели мужество стоять на Божьей земле и чувствовать себя людьми, взысканными Господом. Но сколько бы ни развивалась наша духовная культура, как бы ни углублялись, ни ширились наши познания в науках, просветляя разум, никогда нам не превзойти той высоты нравственной культуры, что озаряет нас благим светом со страниц Евангелия. И чем решительнее мы будем продвигаться по пути благородного развития, тем быстрее последуют за нами и католики, как только они почувствуют это. Да и все мы мало-помалу от христианства слова и вероучения перейдем к христианству убеждений и поступков. Потом разговор коснулся великих людей, живших до рождения Христа среди китайцев, индусов, перцев, греков, где божественное начало проявлялось с не меньшей силой, чем великих иудеев Ветхого Завета. Из этого разговора возник вопрос, как является себя божественная сила великих людей того мира, в котором мы сейчас живем. Если послушать людей, сказал Гёте, то право начинает казаться, будто Бог давным-давно ушел на покой. Человек целиком предоставлен сам себе и должен управляться тут без помощи Бога, без его незримого, но вечного в присутствии. В вопросах религии и нравственности вероятность вмешательства Господня они еще допускают, но никак не в искусстве и не в науке. Говорят, это, мол, дела земные, продукт чисто человеческих сил и не только. Но пусть кто-нибудь попытается с помощью человеческой воли и силы создать что-то подобное тем творениям, над которыми стоят имена Моцарта, Рафаэля или Шекспира. Я отлично знаю, что кроме этих троих великих, во всех областях искусства действило множество высокоодаренных людей, которые создали произведения не менее великие, и не уступая им величии, они, следовательно, превосходят заурядную человеческую натуру и так же Бога вдохновенный, как Моцарт, Рафаэль и Шекспир. Да и повсюду что мы видим и что все это должно значить. А то, дорогой мой, что по истечении шести дней творения Бог отнюдь не ушел от дел, но напротив, Он неутомим, как и в первый свой день. Сотворить из простейших химических элементов нашу пошлую планету и из года в год заставлять ее кружиться в солнечных лучах, вряд ли это доставило бы ему радость, не задумай он на этой материальной основе устроить питомник для великого мира духа. Так этот дух и до ныне действует в высоких людях, дабы возвышать до себя натуры заурядные. Гетте умолк, я же сохранил на всю жизнь в сердце его великие и добрые слова. Субтитры создавал DimaTorzok